Здравствуйте, в эфире новости на телеканале Челны ТВ, в студии Валерия Новожилова и вот главные темы этого выпуска. Объект сдан. В набережных Челнах запустили движение по реконструированной дороге на улице Гостевой и новому мосту через Меликеску. Оценил качество ремонта и вручил первоклассникам школьные принадлежности. Мэр города Наиль Магдеев посетил 53-ю школу. Детская площадка погружается во тьму. Жители села Круглое Поле просят установить освещение. Цветы, айова и салют, как в Челнах отметили День города и День республики. Долгожданное открытие дороги. В набережных Челнах запустили движение на улице Гостевой и по новому мосту через Меликеску. Торжественное мероприятие прошло с участием мэра города Наиль Магдеева и министра транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан Фарита Ханифова. Возводить мост стоимостью более 1 миллиарда рублей начали в августе 2020 года. До этого движение осуществлялось по переправе, который построили в 2012 году в качестве временной. Она была меньше по одной полосе в каждом направлении, что не соответствовало уровню загрузки данного участка. В Замеликесе проживает по численности сегодня более 42 тысяч человек. Микрорайон скоро будет 50 тысяч. Для слова это два города Менделеевска за нами. Вот какая численность населения, град на нашего города. Проживая здесь, безусловно, мы создали хороший трафик. В ходе работ выполнено строительство мостового сооружения с двумя полосами движения в каждом направлении. Установлено освещение, дорожные знаки и нанесена разметка. На открытие дороги приехал министр транспорта и дорожного хозяйства республики Татарстан Фарид Ханифов. 50, более лет назад, наверное, здесь был такой деревянный мосточек, по которому ходило население набережных Челнов, тогда 35 тысяч человек, наверное, было. Здесь в аэропорт, аэродром. И вот сейчас ребята говорят, что и улица названа аэродромная. И то, что мы видим сегодня, это, конечно, воплощение наших больших мечт. Длина мостового сооружения 104 метра, ширина полосы составляет около 3,5 метров. Есть теперь и безопасная зона для пешеходов. Тротуары обустроены в обоих направлениях, их ширина около 3 метров. Руслан Бекмухаметов, Ленар Султанов, Новости Челны ТВ. В набережных Челнах в семи школах обновили пищеблоки. В столовых провели капитальный ремонт, приобрели необходимое оборудование и посуду. Делегация во главе с мэром Автограда Наэль Магдеевым посетила школу номер 53. Проверяющие оценили качество ремонта, а перед этим вручили будущим первоклассникам школьные принадлежности. В рюкзаке еще цветные карандаши, ручки, ластики и многое другое. Полный комплект для первоклассники. Теперь Савелий готов к учебному сезону. Все благодаря акции «Помоги собраться в школу». По словам мамы мальчика, помощь необходима и своевременная, ведь у нее пятеро детей. Это у меня уже четвертый, который пошел в школу. Поэтому нам поддержка очень нужна была. Очень тяжело собирать. У нас два студента старших, потом два школьника и дошкольник. Я хочу пойти в школу, чтобы стать умным и учиться. Такие рюкзаки со школьными принадлежностями получили еще около двух десятков ребят. Я хочу в школу, потому что у меня там добрая учительница и новые друзья. Очень хорошая поддержка, потому что многодетные семьи очень много собирает детей. Тоже у меня двое школьников еще есть. Девятый, восьмой класс. Будущим первоклассникам школьной принадлежности, образовательным учреждением – новые столовые. В этом году в Набережных Челнах капитально отремонтировали семь пищеблоков. Нам купили новые оборудования, в том числе нам купили новую посудомоечную машину. Мы его очень долго ждали. Так как в нашей школе очень много детей, иногда приходилось, когда старая посудомоечная машина ломалась, мыть всю посуду вручную. Девочкам, всем работникам приходилось очень тяжело. Оборудование все было уже устаревшее. Уже работать ничего не хотелось. Все ломалось часто. А сейчас все поменяли. Котлы новые, плиты новые. Одно удовольствие работать было. Без крепкого здоровья, настоящего и будущего у страны, у республики, у города быть не может. А крепкое здоровье закладывается в основном, в подавляющем большинстве своем, через питание. Как будут питаться наши дети, такая будет и страна. Как и в прошлые годы, бесплатным горячим питанием будут обеспечены школьники младших классов, ребята из многодетных семей. А с этого учебного сезона в список добавили детей сотрудников управления внутренних дел. Альмира Гайнудинова, Кирилл Хабзей, Новости, Челны ТВ. К темам происшествий. Накануне в 22.20 на проспекте Мусаджалиля сбили пешехода. По информации ГИБДД, мужчина переходил дорогу на красный свет. Удар пришелся на правую часть автомобиля. Спасти пешехода не удалось. Он погиб по дороге в больнице. Водитель автомобиля «Хундай», мужчина 90-го года рождения, двигаясь по левой полосе проспекта Мусаджалиля, со стороны улицы Гидростроителей в направлении проспекта Казанский, совершил наезд на пешехода, мужчина 76-го года рождения, который, по предъявительным данным, переходил проезжать дороги по регулированному пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора. В результате происшествия пешеход от полночной травмы скончался. Обстоятельства и окончательная степень виновности участника происшествия установят следствие. Убитая ходовка и вечные пробки. Челненские водители уже не впервые жалуются на качество трамвайных переездов. По словам горожан, пересекая рельсы, они вынуждены снижать скорость до минимума, чтобы не повредить свои авто, из-за чего на дорогах постоянно собираются пробки. Наша съемочная группа проехала по самым, по мнению водителей, проблемным участкам. Плохие трамвайные переезды и давняя проблема набережных Челнов. За моей спиной находится пересечение проспекта Сююмбике и Вахитово. Движения тут интенсивные. Переезд весь кривой, с ямами и неровностями. По словам водителей, это один из самых проблемных участков в городе. Но не единственный. Автолюбители также пожаловались на состояние переезда в районе Вахитовского кольца и на пересечении проспекта Сююмбике и улицы Раиса Беляева. Беда водителя не только в том, что на скорости здесь можно повредить машину. Из-за плохого переезда после светофоров регулярно скапливаются пробки, особенно в часы пик. Где резиновые прокладки такие между рельсами лежат, машина, в принципе, нормально, не страдает. А где асфальт даже, да, бывает там жестко проезжать. Я думаю, надо от них избавляться. Изначально думаю, что это убыточно для города, не очень красиво, шумно, очень много грязи. Трамвайные переезы уже много лет в ужасном состоянии. Кто должен за ними следить и отремонтирует ли их в ближайшем будущем? С этими вопросами мы обратились в администрацию города. Ждем ответа. Айзеля Шаймухаметова, Ленар Султанов, Новости Челны ТВ. А сейчас впереди короткая реклама, не переключайтесь. Аттестованная и аккредитованная лаборатория ООО «Аттестационный пункт «Надежность»» проводит механические испытания, металлографический и химический анализ металла, определение марки стали. Телефон 70 76 20. Компания ТОЛА. Металлопрокат и стройматериалы. Все для водоснабжения, отопления и канализации. Резка и рубка металла. Звоните 770239. Вы смотрите новости на канале Челны ТВ и мы продолжаем. Недетские проблемы на детской площадке. В редакцию Челны ТВ обратились жители поселка Круглое Поле. По их словам, своими силами они обустроили детскую площадку. По возможности следят за территорией. Местные дети с удовольствием на ней играют. Вот только одно их удручает. Что именно, узнаете в нашем следующем материале. Детская площадка в этом районе единственная. И поэтому сюда приходят поиграть мальчишки и девчонки с улицок Соколар, Высокой и Березовой. Хоть это и излюбленная игровая зона местной детворы, но приходят они сюда только днем. Вечером небезопасно по-взрослому рассуждают маленькие жители поселка Круглое Поле. И ведь даже карусели новые. Их установили всего два года назад. Но как только солнце скрывается за горизонтом, площадка погружаться во тьму становится страшно. Мы ходим каждый день на площадку вечером за сестренкой своей и подружками. Сестренку я боюсь отпускать, потому что здесь темно, она может споткнуться. Мы включаем на телефоне фонарик, потому что очень темно и даже мы не видим ничего. Это моя любимая площадка. Если бы тут был свет, то бы я еще сюда проходила вечером играть. Взрослые бьют тревогу из-за недетской проблемы на детской площадке. Вопрос с освещением игровой зоны не решается уже на протяжении нескольких лет. А с наступлением холодного сезона проблема усугубится, уверены местные жители. В осенний-зимний период, можно сказать, практически эта площадка не работает. Это связано с тем, что нет освещения, а уже в зимнее время, в два-три дня уже темно. Детям, естественно, здесь и в темноте они не играют. Бывают, уж на выходных придут, это один день всего в неделю. У меня двое внуков, вот здесь играют. Ну, мне приходится их контролировать. Приходить сюда и смотреть за ними. Потому что света нету. Я провожаю их до суда, сижу с ними здесь. В темное время суток. Зимой вообще сюда не зайдешь. Сельчане обратились к депутату Утукаевского района. Сегодня он приехал на место, чтобы оценить ситуацию. Мы видим решение вопроса в следующем формате. На ближайшем сходе граждан озвучим этот вопрос. Если инициативная группа поддержит нас, то на 2023 год освещение данной площадки может попасть под программу самообложения граждан данного поселения. Дети надеются, что решение будет в их пользу. И на площадке обязательно появится освещение. Пусть хоть и на следующий год. Если вы стали свидетелями какого-либо происшествия или у вас есть проблема, которую вы хотите поделиться, звоните нам по номеру 51-3131. Оставьте свое сообщение на автоответчик в любое время суток. Также вы можете присылать фотографии и видео в WhatsApp по телефону 8-939-311-3131. Наши корреспонденты обязательно просмотрят и прослушают ваши сообщения. И может быть именно по вашей истории снимут следующий репортаж. Ваши сообщения мы принимаем круглосуточно. 30 августа в набережных Челнах гуляли все. В городе отметили двойной праздник – День города и День республики. Ежегодно это официальный выходной в Татарстане, поэтому мероприятия начинаются с самого утра. В разных частях города проходили концертные программы, а на Челнинском и Подроби – традиционные конно-спортивные соревнования. Одним из многочисленных зрителей скачек стала Руслан Бекмухаметов. Заезды на лошадях проходили в течение дня. Организатором мероприятия выступила конно-спортивная школа «Тулпар». Десятки жакеев соревновались в нескольких номинациях. Скачки верховых пород, рысистые породы прошли даже заезды на ослах. Участники соревнований говорят – главный секрет успеха – подружиться со своей лошадью. Это вторые скачки наши. Как результаты, как успехи сегодня? Нормально, заняли третье, четвертое место. Как думаешь, чего не хватило, чтобы занять первое место? Ну, наверное, просто сил не хватило. Сборолись с усиленными лошадьми. Я участвовала в двух. Это моя первая скачка, его тоже. Мы четвертое и пятое место заняли. Как думаешь, чего не хватает, чтобы занять призовые места? Ну, именно нам. Мы мало занимались, он еще молодой. Так больше надо заниматься, быть уверенным. В забегах участвовали воспитанники конно-спортивной школы «Тулпар» в возрасте от 10 до 18 лет. За звание лучшего поборолись 80 участников. В каждом виде конного спорта определили победителей. Им вручили грамоты и подарки. У нас проходило четыре скачки. Один забег рысаков под седлом, скачка на ослах и скачка на пони. Также параллельно шло три конкура. Высота 80, 90 и 110 сантиметров. На какие дистанции здесь сегодня бегают? Дистанция была у нас 1000 метров, 1400, 1600 и 2400 метров. А пока одни челнинцы следили за скачками на ипподроме, другие в этот момент гуляли по Майдану, где организовали традиционную выставку цветов. Сотрудники управляющих компаний и бюджетных организаций города своими руками собрались культуры из растений. Руслан Бекмухаметов, Тинар Султанов, Новости Челны ТВ. Но основные гуляния прошли вечером. На площади Майдан в честь Дня города и Дня республики организовали концертные мероприятия. Выступление творческих коллективов, вручение наград, концерт и салют. Как прошел праздничный вечер, смотрите далее. Концертная программа началась в 5 часов вечера. Сперва для жителей и гостей города выступили артисты и творческие коллективы Челнов. Вокально-инструментальный ансамбль «Здравствуй, песня». Все очень классно вообще. Классно почему? Что нравится? Очень весело, очень красиво. Они чего-то конкретного пришли? Конечно, концерт Айовы. Все песни выучили, знаете? Многие, да. Мне нравится. Мы здесь любим бывать. Что-то конкретное нравится? Да, конечно. Мы намеренно на что-то пришли сегодня. Приглашенные гости, приглашенные певцы, певицы. Может, пару поздравлений на День республики? Пожелания. Здоровья всем. Мирного неба. Основной частью программы стало выступление тадарской эстрадной певицы Иркяя и популярной российской группы Айова. Звезда российской эстрады Айова исполнила свои самые популярные хиты. Она поздравила горожан и гостей города с двойным праздником. В завершении мероприятия прошла дискотека. В 21.00 в Неме над Майданом прогремел салют. Руслан Бекмухаметов, Ленар Султанов, Новости Челны ТВ. К новостям спорта. В набережных Челнах прошел турнир по смешанным боевым единоборствам ММА. С каждым годом участников становится все больше. В этот раз на ринге встретились борцы из Татарстана и других районов страны, а также ближнего зарубежья. Среди них участие приняли пять челненцев. Ринг-герлс, переполненные трибуны и беско-проместная борьба. На один вечер спортивная школа «Витязь» превратилась в центр боевых искусств. Бокс, кикбоксинг, джиу-джитсу и муай-тай. Все это можно увидеть в ММА. Этот турнир насыщен как любительскими, так и профессиональными боями. Состав бойцов сильнейших в нашем регионе. Турнир ждали четыре года. Организаторы сообщают, что такой долгий перерыв связан с открытием нового центра смешанных единоборств, в котором большой уклон был сделан на борцов юношеского возраста. Самым младшим всего по 17 лет. Это мой дебют по ММА. Я первый раз выступаю по ММА. До этого бился в основном по К1, тайскому боксу и боксу. Поэтому для меня это дебют. Я не могу сказать, какие плюсы, какие минусы. Наверное, больше борьбы. Подготовка проходит отлично. Бой, думаю, пройдет все по плану. На турнире было заявлено 10 рейтингов видов борьбы, из которых три профессиональных. Также у участников соревнований имелся призовой фонд. Каждый из борцов получил свой гонорар в зависимости от рейтинга и значимости боевого искусства. Кристина Балабанова, Кирилл Хабзей, Новости Челны ТВ. Это все новости на сегодня. Далее вас ожидает прогноз погоды сразу после новости на татарском языке. Я с вами прощаюсь. Не переключайтесь. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...